Вместе с вами я с благодарностью поддерживаю Божью волю для его людей. Спасибо, президент Монсон, за чистоту вашего сердца. Когда юный Джозеф Смит рассказал правду о своем священном, опыте в роще, его стали преследовать и притеснять. Люцифер использовал насмешку, как оружие против него. Я был никому неизвестный юноша, не достигший еще и 15-летнего возраста. Все же высокопоставленные лица обратили на меня достаточное внимание, чтобы возбудить общественное мнение против меня и начать жестокое преследование. Джозефа Смита преследовали всю жизнь, но Господь внушал ему утешение и мужество. «Будь терпелив, будь серьезен, будь умерен, будь верным и прилежным в соблюдении Божьих заповедей. Я заключу тебя в объятия». Джозеф так и поступал. Он рос в терпении, умеренности и вере, несмотря на присутствие вокруг себя врагов. Даже сегодня есть такие, кто неверно понимает наше учение и бросает вызов неизменным ценностям, по которым нам предложено жить. Мой юный друг Этан пришел к своей маме с тяжелым вопросом. Как всякий молодой человек, он хотел иметь хороших друзей, и он старался сам делать свой выбор. Он был смел, усердно учился, ежедневно изучал Священное Писание. Этан сталкивался с огромными искушениями. Они в коридорах его школы, в интернете, в фильмах, в музыке. Они слышны в сквернословии и видны в провокационной одежде. Плохое часто выглядит хорошим. Беспокойство и страх неприятия волнуют всех подростков. Давление сверстников часто невыносимо. Этан ощущал себя под градом противоположных ценностей. Вот вопрос, который он задал своей матери. «Мама, должен ли я снизить свои стандарты, чтобы удержать своих друзей?» Это глубокий вопрос, который мы задаем себе в любом возрасте. Снижаем ли мы свои стандарты, чтобы вписаться в свое окружение? Меняем ли мы свои ценности, чтобы приспособиться к ситуации на работе? Или быть популярными в школе? Любящая мать Этана твердо ответила ему «нет». Я тоже недвусмысленно отвечаю. Не делай этого, Этан. Никогда не забывай, что ты сын Бога. Он любит тебя. Живи по своим стандартам. Отстаивай свои убеждения. Иногда это непросто, и ты можешь остаться один на какое-то время. Ищи друзей, проявляющих целостность и характер. Затем подойди к ним и вырази признательный за их пример. Ты даже мог бы найти кого-то, кто чувствует себя таким же одиноким. Господь поддержит тебя. Он станет верным другом. Ты обнаружишь, что твой пример привлечет много друзей, которые будут черпать мужество в силе твоего характера. Нефий преподал нам простой и действенный принцип, пересказав сон своего отца о дереве жизни. Он описал тесный и узкий путь, ведущий к дереву, и великое и обширное здание. Это здание возвышалось над деревом и было наполнено людьми в роскошной одежде. Они указывали пальцем и насмехались над теми, кто приходил к дереву и вкушал его плоды. Они оказывали давление на ищущих путь, заманивая их в здание. Внешне казалось, что людям в этом здании хорошо. Какой яркий образ искушения и презрения. Старейшина Максвелл пришел к выводу, смех мира – это просто одиночество, пытающееся себя подбодрить. И велико было множество тех, которые вошли в то странное здание. Они с презрением указывали пальцами на меня и на всех тех, которые вкушали плоды. Но мы не обращали на них внимания. Там, в конце стиха, сильный принцип Нефия – ответ на нежелательное давление сверстников. Но мы не обращали на них внимания. Президент Пекер недавно подчеркнул этот же руководящий принцип как ясный стандарт для всех нас. Какими бы несовременными мы ни казались, как бы ни умолялись в обществе нравственные нормы, сколько бы других людей их не нарушало, мы не отступим. Мы просто не можем отступить. Распознаем ли мы искушение, когда оно так хорошо закамуфлировано? Готовы ли мы вступить в непопулярное сражение? Павел ясно предостерегал, давайте будем не как человек угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души. Пришло время, когда мы должны занять твердую позицию. Мы должны укрепить свои духовные устои и быть готовы стать против козней дьявольских. Слушайте пророка, следуйте их совету. Павел сказал Тимофею, ибо Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего. Чтобы сделать правильный выбор, нужно мужество. Если мы не будем день за день делать правильный выбор в малом, Господь укрепит нас и поможет нам выбирать истину в более трудные времена. Учения и ценности, которые нам ближе всего, не приняты светским миром. Чтобы самим стоять твердо и помогать в этом нашим детям, нужно укоренять в наших сердцах и в наших семьях послание восстановленного Евангелия. Авенодей, нефийский пророк, как написано на низких страницах в книге Мусии, дает нам вневременные уроки, прекрасно подходящие для испытаний 21 века. Авенодей стоял за истину, когда это было совершенно непопулярно. Смело призывая людей к покаянию, он знал, что его жизнь в опасности. Вы можете представить себе тот драматический момент, когда Авенодею вынесли смертный приговор. Он мог бы спастись, отрекшись от своей веры и свидетельства, снизив свои стандарты, но он дерзновенно возгласил, «Я говорю тебе, что не возьму обратно слов, которые я сказал тебе о своем народе, ибо все это истинно». Нам, возможно, не придется отдавать свою жизнь за истину, но мы можем, подобно Авенодею, встать в полный рост и со всем сердцем и энергией храбро заявить, что Иисус Христос – наш Спаситель. Он был и остается Сыном Всемогущего. Он живет и любит нас. Следуя за Ним, мы можем жертвовать и соблюдать Свои Священные Заветы. Господь сказал нам, «А потому не бойся, малое стадо, делайте добро, пусть земля и ад объединятся против вас, ибо если вы основаны на камне моем, они не смогут вас одолеть. В каждой мысли уповайте на меня, не сомневайтесь, не бойтесь». Мы должны укреплять себя. Это прочная духовная крепость в двух словах. Иисус Христос. О Нем я смиренно свидетельствую во Святое Имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.